Приветствую вас. Ну, я, если честно, вот прочитав ваш текст, могу сказать, что проблема перерастания людей у вас это скорее проблема доверия и проблема принятия. В том числе, принятие себя, потому что вы себя заставляете общаться с человеком из памяти через нехочу механически. Вы вначале удерживали людей, то есть не хотели, боялись их потерять, потом смирились и относитесь к ним с пониманием, но вот проблема доверия, да, проблема, так сказать, костяка, костяка отношений, то есть вот того, на чём базируются отношения, даже если люди меняются, оно остаётся. То есть этот страх вот именно какой-то вот страх близости. Мне кажется, что даже по вашим описаниям, вы как-то вот к отношениям, я уж не знаю, что у вас в личной сфере, ну, я имею в виду, что у вас с любовными отношениями, наверное, это так правильно будет сказать, вот, но в сфере дружбы вы склонны как-то вот дружбу идеализировать, может быть, даже романтизировать её и потом, соответственно, обесценивать, потому что люди не идеальны, а такое ощущение, что именно этого вы ждёте, некая идеальная дружба. Конечно, ответ на ваш вопрос ответом на вашу глобальную проблему является то, что вы хотите дружбы на много лет. И вопрос, который здесь вам нужно себе задать, он именно такой, а зачем? Для чего? Мне дружбы на много лет, почему я в этом нуждаюсь? Вот. Может быть, я хочу опереться на человека, если да, то в чём и как я к этому прихожу. Может быть, мне нужна защита, если так, то опять же от чего? Может быть, мне нужна стабильность, если так, то опять же я перекладываю её, эту самую стабильность, ну, как бы ответственность за стабильность, на другого человека. Вот. Понимаете? То есть, идея в том, мысль, в том, что дружба, она вам нужна. Причём, ну, она много лет. Вы в этом нуждаетесь. Это не происходит у вас само собой. И вопрос заключается в том, по какой причине это не происходит у вас само собой. Вот. Вы говорите о неспособности к дружбе. Нет. Все люди способны к дружбе. Просто, если вам тяжело доверять, если вам сложно доверять, если вы в какой-то степени боитесь доверять, если вы опасаетесь, что вам могут сделать больно, а вы говорите о том, что, ну, вот вы, например, пишете, что зачем брать прощение, если всё равно, там, человек не изменится, меня это бесит. Пишите вы. Вот. Это история про вашу личную тревожность, про вашу личную независименность, про раздражение. Ну, вот. Вы сами пишите, что вас это раздражает, что человек врет. И с этим нужно разбираться. Почему вам не всё равно? Понимаете? Вот. В качестве примера я могу привести то, что вы, может быть, тоже пишете неправду сейчас. Ну, то есть, я не знаю, вправду вы пишете или нет. Но мне всё равно. Я-то искренне с вами. И вы почему-то, общаясь с человеком, смотрите на его искренность, на его отношения. Но не на себя, а на своё. То есть, вы не ориентируетесь на себя в отношениях. В этом проблема. То есть, получается, что вы ориентируетесь на другого человека, смотрите на его отношения, потому что оно вам важно. Значит, вы хотите, чтобы человек, как к вам относился. И важно для вас это, то, как он относится к вам, а не вы к нему. И это проблема. В первую очередь. Понимаете? Так что, на мой взгляд, именно вот, по моему мнению, обращать внимание здесь нужно на это. То есть, вот вы говорите, да, что, ну, что есть, как бы, вот, перерастание, да, когда перерастаешь тех, с кем ты в окружении. Да, такое бывает, спору нет. Но, момент здесь в том, основной, что, если человек перерастает другого, то есть, он становится более развитый лично, личностно, да, то эта личностная развитость, она, ну, как вам сказать, она, эта личностная развитость, она позволяет общаться с тем, с кем ты общался. На том же уровне. Потому что человек-то другой не обязан расти, не обязан развиваться. Мы не имеем права от него это требовать. Но, если мы выросли, это не значит, что человек стал хуже. Если мы личностно выросли, это не значит, что человек стал хуже. Это значит, что да, мы изменились. Может быть, что-то нам уже стало неинтересно. То, что раньше было интересно, в том числе и с этим человеком. Но что-то общее всегда есть. За счёт своего личностного развития мы можем общение сохранить. Потому что именно друзей, как бы, очень мало. И не обязательно друг, это интересный человек, который вам интересен. Друзьба, она определяется, всё-таки, тем принимает ли человек вас. Знаете, какая штука. Вот. И то, что вы говорите, вот, например, что подруга вас не ценит, я боюсь, что вы здесь говорите про себя. Да, я боюсь, что это ваш личный слайк и ваша собственная заниженная самооценка. Что касается того, что люди вас перерастают и уходят. Опять же, я боюсь, что это не рост личностный. Боюсь, что вы здесь что-то путаете. Человек, который растёт личностно, он не будет прекращать общение с кем бы то ни было. Понятно? Так что мне кажется, что вы сам личностный рост понимаете неверно. Раз. Выбираете людей, таких себе друзья, которые к людям относятся, в том числе и к вам, как к средству. Два. И себя сами вы воспринимаете как ресурс, в том числе для другого человека, это три. Ну и другого человека воспринимаете как свой собственный ресурс, это четыре. То есть вот эти вот ключевые моменты, которые деструктивны. То есть это в целом такое вот обесценивающее отношение к человеку, к себе в том числе. Вот. Что ещё сказать? Обижены вы на подругу свою, потому что, ну как бы вот, не оправдала ваши ожидания подруга. Но в целом вы перекладываете ответственность за свои чувства на другого человека. Спасить вы нас не виноватого в своих переживаниях негативных и для вас всё просто. Вот. Ну это, знаете ли, не самый зрелый подход. Потому что человек ведёт себя так, как ведёт. Да, вы правы, она ничего не меняет, но она и не должна. А вот принять её, такой, какая она есть, вы никак не можете. Кстати, знаете ли, знаете ли вы, что такое, ну, что такое ложь? То есть, почему человек начинает лгать? Вот, отдаёт ли вы себе отчёт в это? Это очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Вообще, мне кажется, что, ну, вам неплохо-неплохо было бы обсудить, как бы, вот именно на конкретной беседе со специалистом эти проблемы. Потому что, мне кажется, что это как-то вот, ну, вершина Айсберга, да, то, что вы описываете. То есть, ну, мне кажется, что уж как-то вот слишком много вы пишите про дружбы и про людей. То есть, это, ну, чувствуется, что здесь проблема, проблема, ну, проблема, она глубже немного находится. На мой взгляд, по крайней мере. Вот, я вам желаю удачи, всего доброго, найдите возможность для консультации. Удачи!